ПЕСНЯ 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 На своих мониторах они видели, как раскрываются короткие гидравлические опоры шаттла. Хлынул поток света и шума, и шаттл опустился на черную железобетонную поверхность в 500 метрах от Карлайла. Корабль устаревшей конструкции по форме напоминал яйцо. Множество заплат и коричневых пятен портили когда-то гладкую поверхность. А голубая эмблема дома Малая, круг с буквой «Х» внутри, была единственной приметной деталью на корпусе, поблегшим от бесчисленных подъемов и спусков. По коммуникационной линии донесся голос Карлайла. Вижу посадочную башню. Это судно числится малайским грузовозом. Самым уязвимым местом в соглашении было разрешение шаттлу приземлиться на своей территории. Поскольку такой корабль мог располагать значительной огневой мощью и перевозить боевые роботы, небольшие армии и тяжелые транспорты, этого нелегко было добиться. Разумеется, судно находилось под прицелом орудий, лазерных башен, ракетных батарей, кольцом окружавших космодром и служивших внутренней линией обороны. Тем не менее, защитники базы испустили коллективный вздох облегчения, когда на искривленном корпусе корабля увидели яркую малайскую эмблему и услышали кодовое звучание распознающего его прибора. Над выщербленной броней судно возвышались лазерные турели, но тяжелое вооружение отсутствовало. Это был всего-навсего грузовоз, старый, потрепанный с представителями нового союзника дома Штайнера на борту. Грейсон и члены штаба наблюдали, как капитанский Феникс Сокол зашагал к кораблю, смутно возвышающемуся над ним. В бухте приюта диверсант выглянул из-под полуразобранной консоли. Вахтенный офицер сидел спиной к теху, забросив ноги на консоль. На мониторе виднелись огни космодрома, грузно переваливающийся боевой робот, громада садящегося на столбах белого пламени шаттла. Трелванец сверился с часами и проследил, как последние секунды истекли. Пора действовать! Из ранца диверсант извлек маленький портативный генератор. Сам по себе прибор выглядел достаточно невинно. Техи часто носили с собой генераторы на задания, где требовались свет и энергия. Поскольку ремни отсутствовали, он прикрепил его к инструментальному поясу, где прибор свободно болтался у правого бедра. Трелванец медленно поднялся, не сводя глаз с тыльной стороны шеи караульного офицера. Держа лезвие в правой руке, он пошарил свободной рукой по телу в поисках переключателя. Почувствовав что-то неладное, какое-то движение сзади, караульный офицер полуобернулся, затем вскочил на ноги, увидев теха, подкрадывающегося сзади. В тот момент, когда стул офицера с шумом опрокинулся, рука предателя нашла переключатель, который привел в действие приводной механизм свинцово-серого лезвия, и узкое помещение наполнилось сухим жужжанием. Виброножи невероятно эффективны в ближнем бою. Энергия батареи трансформируется в ультразвук, который заставляет лезвие вибрировать с быстротой, недоступной человеческому глазу. За несколько секунд вибрирующее лезвие нагревается до белого коленя, и им можно резать сталь, словно масло. Офицер нащупал кобуру пистолета, но прежде чем вытащить оружие и воспользоваться им, он неожиданно стукнул со спиной о консоль. Жужжащее лезвие метнулось вперед и вниз, кромсая металл плоти кости. Офицер пронзительно вскрикнул, прижал окровавленные пальцы к груди, затем снова пятясь назад натолкнулся на консоль. Крилванец придвинулся. Лезвие взлетело в воздух, еще раз прервав последний вопль. Диверсант выключил нож, смотал провод и осторожно, чтобы не коснуться горячего лезвия, спрятал оружие в изолированные ножны. Быстрыми и точными движениями он ощупал панель, найдя, наконец, белую кнопку, утопил ее и держал некоторое время. Отовсюду доносился глухой скрежет механизмов. На противоположной стороне бухты приюта, за расчлененным корпусом боевого робота, похожего на кита, выброшенного на берег, начала с грохотом отходить металлическая стена, раскалываясь вдоль шва с заклепками о спинами. На панели замигала красная аварийная лампочка, и откуда-то раздался женский голос. Предупреждение! Предупреждение! Нарушена безопасность в бухте приюта! Внешняя стена открыта! Предупреждение! Через отверстие в стене ворвался ледяной воздух, насыщенный песком. Диверсант сузил глаза, обнаружив движение снаружи. Скользящие среди теней фигуры. Он отпустил кнопку, переступил через забрызганное кровью тело караульного офицера и торопливо спустился по ступеням вниз. Тех, надзиравший за починкой боевого робота, спешил к главному выходу. Как вдруг что-то схватило его за талию, приподняло и швырнуло об стену. Один из техов, сидящий на груди машины, завопил и свалился с пятиметровой высоты на пол. Другой попытался перебраться в безопасное место за открытой пластиной. Затем раздалось пронзительное шипение, выстрел и гулкий звук брошенной гранаты. Откуда-то донесся вопль, который был тут же прерван вторым взрывом и треском автоматного огня. К этому времени через дверь в дальнем конце бухты приюта вломились люди в серых и голубых униформах с автоматами, изрыгающими пламя. Штурмовик в черном одеянии отшатнулся назад, когда другой метнул ему навстречу предмет, который покатился, подскакивая по полу. Затем последовала вспышка. Прогремел оглушительный удар и комбинезон диверсанта на мгновение прилип к телу. В следующий момент серые униформы прекратили свое существование, если, конечно, не считать окровавленных кусков и лохмотьев. Трилванец сошел с лестницы и, не успев понять, в чем дело, почувствовал холод лезвия у горла. Хантер! Хантер! Хватка штурмовика ослабла. Ты, Стефан? Волос был на удивление спокойным. Он кивнул, потирая горло. Отряды штурмовиков, одетых в плотно прилегающие черные комбинезоны, проносились мимо. Один из них остановился перед Стефаном. Ты диверсан? Трилванец неуверенно кивнул. Штурмовик говорил с иностранным акцентом, трудным для понимания. Манеры его оказались неожиданно грубыми. Пошли! В проходе виднелись только скрюченные, залитые кровью тела и молчаливые фигуры черных штурмовиков. Человек, которого Стефан принял за главаря, отдавал притаившимся группам почти неслышные команды и сигналы, направляя их по разветвляющимся коридорам. Надень это! Главарь вынул из сумки и передал Стефану легкую кислородную маску. «Командный центр, веди нас!» Стефан кивнул. «Два уровня вверх, сюда!» О нападении известили дребезжанием аварийного зумера и топот ботинок по голым кафельным полам. Отряды мчались на свои позиции. Сверху продолжал вещать терпеливый женский голос. «Тревога! Тревога! Проникновение в пятом и шестом секторах!» «Я потерял бухту приюта! Коммуникационная связь прервалась!» Недовольная гримаса появилась на лице Гриффита, искажая шрам. «Доложи капитану! Ари, пусти меня на свой стул!» Ари встал и Гриффит скользнул на его место возле Риверы. Грейсон притащил от ближайшей консоли еще один стул и придвинул его к оружейному мастеру. «Грифф, кто это? Зачем они напали на нас?» «Я не знаю, парень, хотя, скорее всего, это трилванцы. Ривера, объяви по гарнизону тревогу, потом подключи меня к мониторам, может, мне удастся организовать в городе патруль». Немое замешательство овладело Грейсоном. Наверняка трилванцы не обрадовались, когда новости о грядущем союзе с Абероном просочились наружу. Но ему трудно было поверить, что именно они штурмовали замок. Как они ворвались туда? Даже 80-тонный боевой робот, стреляя по тем громадным дверям, не смог бы их разнести. Только тактическая атомная мина могла бы их разворотить, но и это было давно запрещено договорами и практикой. Взгляд его застыл на изображении, по-прежнему передаваемом с отцовского «Феникс-Сокола». Сейчас шаттл был так близко, что заполнял своим корпусом весь экран. Хотя цифры внизу экрана указывали, что до корабля все еще оставалось 90 метров. Затем Грейсон увидел, как возле основания шаттла открылось бортовое отверстие, откуда на железобетонную мостовую пролился резкий неприятный свет. Из ярко освещенного отверстия опустился скат и по нему хлынули солдаты. Экран вспыхнул белым пламенем и высокоэнергетический луч прошелся по антенне боевого робота. «База! На меня напали!» Слова капитана Карлайла звучали отрывисто и невнятно. «Ротонный луч бьет из башни на корабле!» Свечение компьютерного индикатора на ближайшем мониторе свидетельствовало о внезапном приливе энергии внутри «Феникс-Сокола» в стремительном движении двойной вспышки мощных лазеров, монтированных в руки машины. За какие-то секунды внутренняя температура машины поднялась на 4 градуса. Капитан перемещался, и это искажало изображение на экране. Было трудно разобрать, что происходит на мониторах. В действительности Грейсон не видел ничего, кроме мечущихся в динкам танцы обрывков портовых строений и пульсирующих вспышек разрывов. Те, кто, подобно Грейсону, умел читать показания компьютера, понимали происходящее не лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин